с вашей стороны это пропаганда нацизма вы кто в вашем понимании нацизм нацизм кота одна нация другую ненавидит русофобия секундочку вы откуда как вас зовут меня зовут игорь из казахстана и русский казахстана а вы со мной общаетесь я из азербайджана о каком нацизме вы мне говорите против армении сейчас так понял вот не нравится армянин а серьезно она должна быть почему она мне должна нравиться если она оккупировала мои территории 30 лет которые по резолюциям оон являлись азербайджанской территории и территория называется именно азербайджанским языком карабах переведите с армянского нет смыслового значения а есть азербайджанского как черный сад кара черный бах это сад просто людям с коррами казахстан тоже черного ну вот вот а всем не секрет что мы все турский мир и это если земли азербайджана если они были оккупированы с какой такой радости я должна кого-то уважать и любить а каком нацизме вы говорите если в азербайджане сегодня проживает 30 тысяч армян а в армении мононациональном государстве не проживает никого кроме армян так как при распаде советского союза они выгнали все национальности из армении и стали мононациональным государством на государственном уровне вы не знали этого нет я на слово не поверю это я могу про мне не надо мне не надо верить на слово есть каждого государства государственный статус и государственный статус армении мононациональное государство если бы даже этого не знаете о чем мне с вами говорить мне не надо мне не надо тогда или не тогда я сейчас рассуждаю о своей родине меня не интересует где как и какие правила я вам говорю о том что армении является мононациональным государством армяне живут везде но сами не дают никому там не знаю гражданство либо жить в своей армении вы не задумались почему 10 миллионов армян из них 10 всего лишь два живет в армении а 8 по всему миру вы не подумали но еще хотелось бы добавить что карабах не является спорт на территории и эта территория азербайджана а участие российских так сказать миротворцев подтверждают то что все-таки азербайджанская сторона она права и то что карабах исторически принадлежит азербайджан а еще лучше я вам посоветую если вы русский как вы говорите послушайте своего царя владимира путина который говорит о том что карабах это неотъемлемая часть азербайджана есть другие вопросы есть еще один я русский я гражданин этой планеты и чё вам земли жалко ладно вы поделись с армянами допустим тогда подождите а вы хотите говорит пусть договорит я его отвечу да говорите и вот на пусть его такие дружелюбные поделились армянами землей каким образом поделили в 90-х годах когда миллион беженцев изгнали из моей родины и расстреливали детей стариков и женщин таким образом и когда армяне пришли в наши дома и доживали в тех домах которые построили наши азербайджанцы которые сегодня по сегодняшний день скупчей на руках ожидают когда будут переселять их обратно на родину вы о чем 90-х годах зимой из карабаха выгнали миллион беженцев вы в курсе этого где расстреливали стариков беги куда хочешь стреляли в стариков женщин и малышей и я должна еще говорить о том что а почему вам если вам не жалко почему ваша вы русский россия сегодня загребает оккупирует у всех территории и является самой большой территориальной федерации на земле почему вам жалко земель у вас только безысходных земель почему не дадите людям народам народностям земли для того чтобы они создали свое государство ведь они у вас безысходные вы за ними не ухаживайте просто не сможете экономика у вас не выдержит этого почему вопрос теперь по-другому перефразирую у меня вот знакомый он с азербайджана он туда ездит регулярно у него там отец и все и ничего такого не рассказывал у него у него родственники баку ну вот он туда ездит регулярно жена русская и ничем плохого про азербайджан так вы я вам больше скажу в азербайджане проживать 150 тысяч русских и есть такие села как ивановка где живут староверы вы не знали нет и причем здесь ну вот я вам говорю и причем здесь русские мы против сегодня того что творят правители против украины что идет война умирают дети женщины и старики невинные причем здесь русский те люди русские которые поддерживают смерть невинных людей да я лично как человек против этого а те люди которые есть они не хотят этой войны и не хотят чтобы было все так понимаете этих людей я не осуждаю причем здесь русские кто вам сказал что русские не просто правительства российской федерации против правительства которое ведет пропаганду которая бомбила донбасс чтобы сегодня привести эту пропаганду затуркать людям голову по вашим пропагандистским каналам которые ведутся так же само поступали во вторую во второй карабахской войне с азербайджаном потому что у вас в россии на верхушках и тем более на тв каналах сидят армяне потому что три с половиной ляма армян проживает в россии и они даже лавров если вы не знали на самом деле колонтарян он армянин если вы не знали и поэтому я вам хочу объяснить поэтому хочу вам объяснить что эта пропаганда которая велась на телевидении россии она была и во второй карабахской войне с азербайджаном объясняю вам нет никаких обсуждаемых территорий есть суверенные государства в которые ни одна треть второе государство ни одно не имеет права вмешиваться нарушая международное право законодательства и конституцию страны это каждая страна имеет право вести свою экономику свою стратегию своей страны никто не имеет права вмешиваться и если даже украины были бы какие-то там непонятные вещи творились бы украина сама должна разбираться со своими неправильностями или какими-то проблемами внутри своей страны вас туда не звали почему вы туда зашли почему умирают дети почему только в мариуполе умерло 22 тысячи людей куда эти жизни как жить как отвечать перед богом что будет дальше у вас у каждого есть семьи у вас у каждого есть дети у вас есть жены мужья разве этого мы желаем друг другу в этом временном мире котором мы живем разве не имеет каждый человек право прожить свою жизнь как он считает нужным имеет просто просто один момент скажу это в этом году произошло слышали в казахстане было заварушкой до слышали вот россия вела войска ни одного выстрела не сделал ни одного выстрела не сделал здесь им по латинске у меня стояли войска российские стояли войска просто они зафиксировали свое присутствие ушли не от без одного быстрого только его они помогли попросили пока если глава если глава какого-то государства какой-то страны просит какой-то там степени помощь а если тем более у них какие-то союзнические отношения стратегические отношения это дело другое а когда да если есть о дкб например а если извините меня вот именно дкб да вот именно а украина это суверенное государство которое россия не имеет такие полномочия почему сегодня все настроены против россии да не людей вы не понимаете тех кто ни при чем а правительство которые сегодня убивает не только на секунду украинцев вы должны понимать что украина интернациональное государство там также русские живут мариуполь который землей сравняли это русскоязычный город поверьте мне как человеку когда-то живущему в украине харьков который при первым принял удар тоже абсолютно русскоговорящий город я вам больше скажу и киевская область это же я с детства и вся моя семья и мы тоже русскоговорящий а вот когда его шла и войны все молчали да вот просто разбили государство мы говорим о современном конфликте я вам хочу сказать я вам отвечу сегодня то что происходит сегодня то что происходит с украиной то есть это открытая мощная война которую делает сегодня россия а на секунду россия как бы считалась да то есть военно подготовленной и занимала высокие строчки военной техникой подготовкой как бы скажем так мировой таблице да и сегодня россия ведет такие операции понимаете там не знаю что они там фосфорное или какое оно там называется оружие то что запретно они пользуются то что они кассетно то это то что все запрещено нельзя так ребят там живут живые люди и никто там не разрушает только инфраструктуру когда обстреливают роддом когда обстреливают театр где люди просто зашли спрятаться вы понимаете я вам так скажу мои родственники которые живут в украине я не раз говорила мой двоюродный брат с тремя детьми провел 20 дней в подвале почему он должен проводить там время объясните мне что он сделал россии что сделали люди мирные россии что сделали русские в конце концов живущие в украине россии вы понимаете что это опрометчивый был шаг это на в нашем веке вести таким образом войну это нереально ребят сегодня идет крупномасштабная открытая война это вы называете спецоперации не знаю прикрывая себя и не осознавая то что происходит на самом деле нет картинки конечно разные получается это картинки мы живем в украине мы видим что происходит я как человек который две недели просидел в оккупации я я с украинцами я разговариваю себя русские военные и поверьте вы сейчас если вы будете говорить о том что это все фейки и так далее вы будете врать потому что ни один украинец сейчас вам не скажет что россия права и что россия ведет миротворческую войну это все фигня конечно не скажет ваши 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 солдаты ведут сейчас войну вне законов вы понимаете не зря и хотят привести к ответственности потому что они нарушают все законы традиции войны они специально создают гуманитарные катастрофы людям даже вот я сидела в оккупации в киевской области могу сказать что то я вот меньше пострадала там чем люди в буче в гастомере но тем не менее не было ни гуманитарной помощи не было ни света ничего без чего человек в цивилизованном мире не обходится и они это специально делали тех кто пытался как-то помочь и доставить гуманитарную помощь еду продукты медикаменты в разные села их просто расстреливали по пути люди не могли выехать у нас все наоборот пока нет у нас все наоборот я думаю я думаю что у вас наоборот ничего не показывают я думаю что у вас у нас неоднократно в гостях были именно из казахстана в казахстане гуманитарная помощь поставлялась только для видео понимаете был случай можно добавить я жила возле небольшого городка дымер получается я выехала в первый же день войны киевской области это ближе границы беларуси так вот там раздавали гуманитарную помощь только на видео и знаете какую гуманитарную помощь которые украли у людей которую вынесли из супермаркетов там даже было написано украинскими буквами место пшеница там борошна было написано вот вот такие вот продукты доставляли это это сделали для того чтобы снять это на видео больше людям ничего не предоставляли когда мы эвакуировались женщина выбежала и рассказывала про то что стреляют по домам как ведут вообще ваши военные в украине себя мы когда шли мы видели что вплоть до того что были расстреляны супермаркеты понимаете ваша мародерническая армия мало того что она выносила эти супермаркеты воровала там все что только можно так она еще и расстреливала эти супермаркеты когда я шла я видела то что были припаркованы бтер и танки в гаражах вы считаете что это нормально скажите да абсолютно другая картина другая вообще вообще что вы говорите что я вижу это вообще разные вы ничего не говорите что вы говорите что вы русские живущие в казахстане да вы так говорите правильно я русский живущий казахстане да да а я вам говорю что к нам из казахстана неоднократно заходили в гостевую и говорили абсолютно обратное не как вы что вам там не показывают а люди конкретно заходили и говорили что дай бог помощи украине то есть я думаю что люди в казахстане не русские которые там живет сколько вас там два миллиона там полтора миллиона три миллиона не знаю не русские в казахстане а именно казахи сами казахстана заходили и говорили о том что они поддерживают украину почему потому что справедливость на стороне украины вот ради аллаха если вы живете там вы наверно знаете да что как важен для мусульманина как важно это слово поэтому это слышу да 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 у меня друзья казахи они тоже разделились до казахстан мы все мы все турки вы зашли ко мне изначально с вопросом о карабахе вы еще даже карабах пытались что-то мне здесь объясните доказать я еще раз говорю темы закрыты есть правда есть справедливость карабах это азербайджан луганск донецк донбасс крым это украина это факт все остальное это ложь вот это там люди сами голосовали в крыму замбасе это же люди сами теперь ночью спать не будет вы понимаете никто не голосовал там военные если бы вам вошли сами люди в город и под и под автоматами заставляли вас голосовать за определенное в определенную сторону чтобы вы сделали и вы говорите что люди голосовали сами то почему сегодня все эти люди переезжают именно в киев именно в другие города украины почему если они сами а те кто не имеет возможности возможно финансовой да они возможно вынуждены временно были остаться там а что людям сделать люди годами наживали понимаете свое имущество свои дома легко сказать вот сейчас кто-то зайдет вас выгонит из вашего дома и скажет давай пока вы думаете это легко люди годами копили чтоб квартиру купить машину купить работали годами чтобы детей поднять да ладно и поднять украина вся уже сегодня инфраструктуру украины разваливают и развалили это ладно а жизни людские вы понимаете сколько людей умерло сколько детей в этой войне короткой войне родились и умерли ребенок который во время начала войны пришел и в три месяца в два месяца умер вы можете это понять вы понимаете как жить вы вы же тоже на фотографии с ребенком вы можете себя поставить на место этих людей а в чем люди виноваты кто-то и дело что не могут нет и поручить психика сломана ниже издевались они убивали не издевались и не насиловать силы это просто это я не знаю у меня двое детей это матча это моя дочка и я всего один раз себя в жизни наказал просто дай бог здоровья вам и вашему ребенку но будьте справедливы потому что жизнь бумеранг ребят запомните без наказано безответно не останется это ничего всему свое время но просто мне как человеку со стороны мне больно больно за невинных людей понимаете просто во мне еще есть человечность то есть я человек который просто меня сегодня казалось бы не нахожусь под ракетами да но мне больно на душе больно из-за то что люди в каком положении люди вы понимаете что такое сегодня то есть эти тропиночки олечки где люди росли где у них ностальгия людям сегодня некуда возвращаться людям сегодня нечего вспомнить все люди сегодня на улице вы понимаете эти видео кадры когда взрослый мужчина выносил и ставил одежду ребенка и говорил что его семью ракетой разбомбила пока он магазин ходил жена ребенок и теща все ушли под ракетой он вернулся домой он остался один и без квартиры без ничего и без работы история человек просто вынес детскую детскую одежду поставил и говорит это мне больше не понадобится а вы видели эти могилы которые во дворе соседи просто ямы выкапывают и уже безымянно хоронят всех подряд потому что люди сотнями умирают вы понимаете что это такое да как это бог может вообще это как может на земле это долго находиться и ходить это невозможно ребят это будет остановлено это будет наказано свыше будет наказано не только нами это огромная огромная печаль девушка я так понял вы с азербайджана да это мусульманская страна да конечно все но такая есть указать казах аман и сенсепшен то есть да будет истина верной то есть будет отдалов да будет истина весь амин аминь иншаллах все будет аллах велик вы знаете я вам еще раз пытаюсь просто сказать что поймите правда она есть правда вы тем более если же живете в казахстане вы понимаете да как чему и что ребят просто не реально невозможно смотреть черпайте информацию вот вы зашли и говорите вот у вас какая-то своя правда вы ее вот откуда знаете вот эту правду это вам по телевизору так рассказывать ну просто если мыслить просто рассуждать логически тут не надо ничего даже смотреть чужая страна напала на страну у нас война россия не права а вы у вас какая-то откуда взяли это ну во первых корни то потому что ну вот я русский да это авторик показывает то что это это спецоператы то она по властям показывает ничего тик ток смотрю вот это все и получается ну вообще что вы говорите и что вот сейчас то есть это разные вещи вообще разные вещи я уже не пера с украинцем общаюсь и что-то какая-то информация вообще другая идет не может и я вам скажу да да не вот именно сейчас которую вы несете да вот они и несут то есть это блин я не знаю давайте я продолжу извиняюсь эфир дальше там очень много желающих приглашу в эфир ребят просто будьте справедливее бог все видит и как вы сказали иншаллах будет как бы да 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 выходите вы тогда девчонки вы тоже есть что сказать если нет давайте я дальше приглашу там люди хотела как вас зовут меня айла зовут айла меня игорь ладно я выхожу все спасибо за до свидания до свидания до свидания живи беларусь и свободу ичкерии